Коллеги, всем привет! Дмитрий Каждан, рад приветствовать вас на своем канале. Коллеги, в этом видео я хочу с вами поговорить о видео, которое я нашел на проекте Парикмахер ТВ. Видео называется «Покрасьте меня красиво». Данное видео меня вообще просто выбило из колеи. Я вообще не понимаю вообще, кто это видео придумал, кто был идейным вдохновителем этого видео. Если вы не смотрели это видео, ссылка на него будет внизу под этим видео. Обязательно его посмотрите. В своем видеоролике я хочу просто высказать свое мнение, что я думаю по данному видеоролику. Честно, у меня произошел внутренний какой-то всплеск эмоций, когда я увидел этот ролик. Во-вторых, у меня, мое внутреннее «я» разделилось на две части. Первое. Почему? Потому что я смотрю как парикмахер и как смотрю обычный человек. Если я смотрю как парикмахер, все классно снято, блин, просто угар. То есть в этом видео мы смотрим и видим то, как клиент задолбал парикмахера, и парикмахер просто взял и завалил своего клиента. Ну это реально тема угарная. С другой стороны, я смотрю как обычный человек и вижу, что, ё-моё, вот не дай бог я пришел бы к какому-то парикмахеру, и он бы мне просто-напросто резанул голову, потому что я ему сказал там «подстриги меня вот так-то», а парикмахер это взбесил, и он меня просто-напросто взял и завалил. Вы представляете, насколько нормальный человек, когда будет видеть этот видеоролик, что он будет думать о нашей профессии? Он будет думать, что парикмахеры очень больные на голову люди. Они реально могут просто-напросто взять там и воткнуть кому-нибудь куда-нибудь не надо ножницы в голову, могут просто перерезать горло, потому что там реально такой сценарий, когда... Реально можно так подумать, что парикмахер такой психически ненормальный человек может просто-напросто взять и тисануть, и распилить, и все что угодно сделать с клиентом. Потому что вот я говорю, мне кажется, люди, которые с нормальной психикой, они реально так будут думать. Ну, дай бог, конечно, что люди поймут, что это все хихихаха до шуточки, но тем не менее у них в голове останется тот факт, что если мастер работает с клиентом, лучше его не трогать. Потому что когда клиенты что-то говорят, они просто-напросто льют такую информацию, они так порой иногда бесят мастеров, что мастер просто может взять и там что-то сделать со своим клиентом. Знаете, я бы даже на секундочку, если бы мне представилась такая возможность, и какой бы я бы следующий ролик на эту тему бы снял, я бы вообще уже придумал сценарий, вот сейчас уже на ходу пока вот разговариваю с вами, уже придумал новый сценарий. Приходит ко мне клиент и говорит, подстриги каждан меня ровно, вот тут у меня что-то не так, тут у меня что-то не так, и я беру ему просто ножницы так в голову, ба-бам, воткну и все, пока короче, и сиди здесь короче, протекай весь тут кровью, блин, даже не подойду вытирать ничего. Потому что, кстати, вот в этом ролике там парикмахер подошел к этому делу ответственно, то есть он завалил клиента, девушка, сама парикмахер, начала там протирать телефон жертвы, вот, начала там мыть полы, как и голова жертвы. Заметать следы, все так, знаете, прям красиво, музычка, так все хорошо, зашло. Вообще, реально, я когда показал этот видеоролик там парочку своим знакомым, он говорит, слушай, говорит, а это что, это какой-то фильм? Это что, про парикмахеров фильм? Я говорю, не, я говорю, вы посмотрите. Ну, вы знаете, народ, конечно, у меня тоже так немножечко, так это, в шоке был, говорит, фига, говорит, вы парикмахер, говорит, что, реально вот так такое трэш может твориться в голове у парикмахеров? Я говорю, ну, слушайте, ну, всякое может быть. Вот, поэтому всем рекомендую посмотреть это видео, и, кстати, коллеги, пишите мне в комментариях, что вы вообще думаете по поводу вообще данного видеоролика. Как он вообще, вам нравится он, не нравится, какие вообще фантазии он у вас произвел? Потому что, честно, вот у меня вот в душе такое, знаете, двоякое состояние, я, честно говоря, в шоке. Как такое вообще можно было снять? Зачем это было снято? Какую цель преследовали? Ну, понятное дело, что в конце данного ролика так все, знаете, красиво, все прекрасно, девушка там с кисточкой ходит, эта красочка мешает, красители хорошие, судя по всему. Вот, и она такая, знаете, спустилась с небес, и все хорошо, вот, ей все это показалось, ей чуть ли это все не приснилось, нифига у нее там такие мысли в голове. То есть, блин, я, честно говоря, обаудеваю, насколько было шикарно все это отснято, и насколько это была идея реализована вот в этом видеоролике. Реально спасибо большое создателю, что он это создал. Если, кстати, вы знаете, кто этот видеоролик придумал, или у вас есть какая-то инсайдерская информация, обязательно напишите его тоже в комментариях, чтобы я знал, кто был вдохновителем данного ролика. Потому что, ну, реально, это по-любому парикмахер придумывал. Это, я думаю, что обычный человек до такого никогда не додумается. Он реально связан с нашей диаспорой. Он любит нашу профессию, и у него, по ходу дела, фантазии достаточно такие, творческие, судя по данному ролику. Снято очень качественно. Вот, знаете, прям, знаете, прям голливудский блокбастер, знаете. Я прям, когда смотрел, у меня он зашел прям на ура. Я, причем, знаете, несколько раз посмотрел. Пытался там осознать, понять вообще, как. И мне очень так понравилось. Но другая сторона меня просто-напросто такая, говорит, каждый раз с ума сошел. Такой трешный, какой нормальный, просто караул какой-то. Поэтому я, честно говоря, вот у меня вот так. На две части меня раздербанивало. И я, честно говоря, вмаусь в шоке, коллеги. Поэтому я вас призываю, напишите мне, пожалуйста, что вы думаете по данному ролику. Я, может быть, соберу там, не знаю, комментарий 100, отошлю на проект Парикмахер ТВ и скажу, ребята, посмотрите, что пишут про ваш ролик. Вообще, как вы вообще такое сняли? Вообще, почему вы такое сняли? Зачем? Дайте мне информацию. Потому что я высказал свое независимое мнение. Такое ощущение, как будто реально какой-то творческий, сумасшедший человек подошел к этому видео на все 100%. Но, с другой стороны, блин, реально трэш. Реально трэш. Как смотреть, как со стороны нормального человека, это, конечно, далеко не нормально. Это реально прибабахнутость такая. И, честно, я бы побоялся потом к парикмахерам ходить после реально такого видео. Потому что, действительно, если нормальный человек увидит этот видос, он реально будет, наверное, в панике. Типа, как так вообще такое можно снять? Это что в голове у парикмахеров? Как дела у парикмахеров в голове? Не знаю. Не знаю. Вот, коллеги. В принципе, на этом все. Я выразил вам свои эмоции. Пишите. Ставьте лайки. Как вам вообще это видео? Еще раз вам у вас спрашиваю. Потому что мне интересно услышать ваше мнение. Потому что я реально, я такого никогда не видел. Вообще нигде не видел. Понимаете, ни на каком канале нигде нормальный, на нормальных каналах такой трешняк не выкладывают. Я, конечно, канал Парикмахер ТВ, к нему отношусь так. Очень достаточно хорошо. Но в то же время, вот после этого видео, блин, ребята, я уже задумываюсь, блин, что они еще выложат там интересного. Потому что не знаю, что там от них еще можно ожидать. Если они выложили такое, то я думаю, что там очень много чего интересного они еще в дальнейшем будут выкладывать. Вот сто пудов, вот сто пудов. Надо им, кстати, это сценарий новый подогнать для последующих видео. Все, коллеги, заканчиваю болтать. Рад был вас всех видеть. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если у вас есть какие-то новые темы для того, чтобы я что-то с вами обсудил, обязательно пишите их также в комментариях. Обязательно поставьте мне лайк или дизлайк, как вам, зашел вам этот видосик или не зашел. И также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили новые уведомления с моего канала. С вами был Дмитрий Каждан. Я желаю всем только точных стрижек и, коллеги, крастье клиентов красиво, чтобы ни у кого в голове такой трешняк никак не мог зародиться. То, что зародилось у этого парикмахера, это просто космос. Полный треш. Все, до новых встреч. Пока-пока.